Привет! Привет! Сегодня я короткая презентация про практичный кейс с того, что можно назвать Big Data я его называл Small Science with Big Data Мы компанией ВИАТЕК строим продукты для рынка здоровья США и у нас есть крупные данные из большой кислородов сейчас у нас есть около 30 млн пациентов, 30 млн американцев с всеми их медицинскими что называется медикал рекордами Мы имеем записи про буквально каждую бекулку, которые они проповедовали, каждое лекование, которое им делали, каждое их явно, каждый их похит до лекаря Фактически мы знаем про эти 3 млн американцев все, что касается их здоровья И там довольно много есть мы с этого объема данных можем для но одна из таких типовых задач как чтобы эффективно работать с этой информацией то есть находка схожих между собой эффективных это нужно для вариантов задач например эти данные агрегированы мы их забираем из большой количества EHR и EMR и периодически там связываются северные данные умовно какой-то из лекарей поле для века пишет и все таки это абсолютно валютный кейс и никогда не было идеальных данных другий кейс это когда мы хотим что-то порекомендувать например за реализирование этого пациента это практически сводится до двух таких великих проблем первое что не так в наших данных которые уже есть и второе что-то порекомендувать для того чтобы найти что не так с этим пациентом нам нужно сравнивать с похожими пациентами и посмотреть что отличается от этого для того чтобы что-то порекомендувать важно найти схожих и посмотреть что есть в схожих или какие у него были какие-то результаты анализа и порекомендувать те же лабораторные тесты для нашего пациента фактически все зависит от того что нам нужно находить схожих пациентов и это что у нас есть у нас есть 30 миллионов пациентов в нашей базе и каждый из пациентов описывается вектором таким у 250 тысяч бинарных познав то есть 250 тысяч это сугубность всех возможных диагнозов тестов лекований и всего всего что пациент может быть или нет то если человек за свое жизнь наберет 250 тысяч лекований если она начнет заниматься то у него жизнь закончится потому что диагнозы лекований не всегда не всегда сплюдаются но большинство 250 тысяч бинарных значит ну но но и вам удобно система которая брала одного пациента и повертала из этих 30 миллионов несколько на него до этого есть первый подход я его называю Big Data срочно в ходу и идея в том что если это много то мы сразу копаемся в ходу спарт что будет если мы пойдем шляхом тут есть первая крайность в том чтобы наперед пораховать наперед насколько схожи каждый пациент для каждой пары пациентов пораховать схожисть между собой и когда приходит вопрос покажи мне 10 схожих пациентов и прошу извините 10 где больше если посмотреть на 30 миллионов пациентов и количество возможных пар между ними у нас видит больше 450 триллионов пар если мы хотим прохватить 450 триллионов пар схожисть и сберегать как х это ключ а вл это схожисть чтобы сберегать 1 петабайт 2 петабайта это будет 3 петабайта только чтобы пораховать и сберегать это шлях не вы не можете шукать данных из базы 3 петабай альтернативный шлях а может это чтобы ничего не раховать наперед мы говорим все раховать только когда то загалом количество обчисления которые нам нужны 37 плюс терап флопс один флопс это одна операция с плавающей флопс это чисто просто порах мы считаем что у нас доступ до них это просто обрахунок для этого 37 хератом один процессор Intel 10 это чистый обрахунок не зависит на транспортирование данных в жизни мы не можем завантажить эти данные одночасно в регистр процессор или даже память до которой у нас есть швидкий доступ мы должны ганять ее через шину и эти 10 килограмм это это не работает потому что вместо трех петабайт мы требуем одной такой порой за несколько минут это есть способ сделать дальше можно откинуть это и посмотреть на эту задачу как алгоритм задачи что мы хотим и чего мы не хотим делать первое мы хотели уменьшить кульки знак каждого пациента потому что 250 000 знак это трех багато мы хотели каким-то чином утиснуть кульки знак для каждого пациента до меньшего числа для этого есть локальный sensitive хеша и специально алгоритм я не буду продаваться дальше вы сможете прочитать про это на википеде я расскажу как это работает если у вас есть какая матрица в каждой из колонок в которой есть разряженный вектор нулев больше чем один вы можете утиснуть эту матрицу до меньшей количества рядов чтобы схожесть между рядами то и в другом матрице с меньшей культистю рядов эта схожесть между колонками будет сберегаться вот это очень простой как мы можем утиснуть матрицу размерностью до матрицы размерностью 3 так чтобы схожесть между колонками оригинальной матрицы 2 и 2 сходя между собой так же сходя между собой колонки того что называем сигначер матриц и аналогично если колонка 1 и 2 не имеет ничего спильного таким образом мы утиснули матрицу 250 000 рядов где каждый ряд это на знак пациента и 30 млн 107 где каждый 105 один пациент утислили до 100 на на 30 млн то вместо того чтобы описывать пациента 250 000 познавок мы его описываем только 100 знаков на то мы не хотим поревняться мы поревняем только с кандидатами на более схоже для этого мы делаем при процессе мы разбиваем нашу кластер где каждый кластер объединяет схожие и каждый кластер мы зберегаем как окремный файл у нас была одна матрица теперь у нас есть 100 лет и теперь каждый кластер мы зберегаем центроиды кластеров каждый кластер можно написать кругом в который попадают пациенты и центр круга это такой типовый пациент для этого чтобы найти больше похожего пациента нужно сделать одного пациента до которого мы можем искать сухожих это вопрос есть ли у нас ситуация такая что один пациент находится на границе двух пластеров ближайшие его похожие находятся в двух этих пластерах ничего страшного мы не гарантуем 100% находления самый идеально наиболее схожих мы можем одного из наиболее с незначной наиболее вероятность меньше чем 3% из нашей комбинации кластеров то вместо 100 наиболее схожих будет 99 наиболее схожих и один 101 это абсолютно не критично для наших а это не это чисто через статистический подход мы переходим из детерминистического представления наших данных наиболее так если по пациенту по другому кладу я расскажу и про подход и про то как можно с этим бороться если нужно если наиболее первое первое мы для одного пациента изменяем его до 100 мы завантажем только центры наших пластеров только центры мы не завантажем центры и сравниваем нашего пациента с центрами каждого кластеров находим тот кластер центр который похож на нашего конкретного пациента только один кластер и сравниваем нашего пациента только с этими пациентами которые находятся в этом кластере и мы выдаем из них N наиболее схожих если у нас есть проблема что мы очень боимся чтобы наиболее пациент не потрапил в другий мы можем завантажировать два кластера это уменьшить нам до чертного звука нам достаточно с зиму как даже два кластеры может это уменьшить помедленность до сот до 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 Прошу, а среди каких-то пациентов у вас расскажу? Статистика, как это работает. Мы имеем 500 тысяч кластеров, приблизно до 1000 пациентов одного кластера. Колькость пациентов кластеров визначает, какую колькость n наиболее схожих мы можем выдавать. Специфика нашей бизнес-проблемы такая, что нам никогда не прийде запит на больше, чем 100 наиболее схожих пациентов. Тобто максимум, покажи нам умовно до 100 наиболее схожих пациентов. Если у тебя есть 1000 пациентов в пластере, то из них максимум 100 наиболее схожих. Это нам не касается уроки. Размир одного пластера с пациентом от 500 кБ до 1 МБ. И 18 МБ занимает файл центроидов. Тобто 50 тысяч центроидов, сбережных в одном бинарном файлу, регально объем 18 МБ. Для того, чтобы это работало, нужно 20 кБ на жестком английском. Всего-навсего. И 20 МБ оперативной памяти. На обычном офисном ноутбуке это работает за 100 млс. На масштабе примерно 30 млн. пациентов. На этом, власне, цей хейт закинчен. И что я хочу всем сказать, что я обычно говорю, когда начинается говорить про Big Data, а часто архитологи навыкаются вкладывать свои плюсы, потому что Кадупо и все они очень любят слово «солюшн». Кадуп – это «солюшн» для Big Data. Мы користуемся Кадупом. Не думайте, что я его ненавиджу. Просто это нужно понимать, для чего он застосовывает. Важливо понимать, что Кадуп – это не «солюшн». Испарт – это не «солюшн», это «тулзив». И если вы начинаете выбирать «солюшн», выходя из «тулзив», это неправильно. Вы должны выбирать «тулзив» под ваш «солюшн». На этом, власне, я коротко про наш кейс. Все, если есть вопросы, пожалуйста. Как часто и сколько времени занимает перебутывание пластеров? Когда у нас приходят новые пациенты, мы их докидаем в существующие пластеры, без повторной пластеризации, до тех пор, пока у нас не набирается новый миллион пациентов. Мы считаем, что каждый новый миллион – это достаточно много, чтобы переховывать пластеры. До тех пор, пока новых пациентов меньше, чем миллион, мы просто докидаем в их в существующую. Сколько времени перебудовывается вся система? Приблизно две добрые. Вы шукаете плюс-минус идентичных по хворобам людей. Чи можете ли вы давать людям, скажем, идентичную карту, например, через те сроки ты захворяешь, або можешь иметь такую хворобу? Что даст им возможность, скажем, закупиться лекарно-дежать? Это другая задача, про которую могут говорить еще и еще и еще один. Она просто абсолютно другая. Тут просто про пошук с кожей пациентом. Его можно использовать в том числе для предбачения каких-либо заступных пороб. Его можно использовать для великой каких-либо других задач. Эта штука для этого как engine, как микросервис. Фактически она просто работает на бакенде, а теперь она как API, такая заглушка для нашей продуктовой команды. У нас есть API-команда, в частности моя и ее частина, которая занимается Data Science. Мы эту штуку сделали, мы надали продуктовой команды просто API, микросервис. И теперь, если продуктовой команды для какой-то своей метки нужно найти наиболее схожих пациентов, она просто випекает, используется интерфейсом. И для чего продуктовая команда будет его использовывать? Для API-командации. Прошу. Ну, этот подход, в принципе, необыкновенно. Понятность симулярии, это необыкновенно в медической сфере. То есть, это алгоритм, его можно выкручивать для задач других в иншей сфере. Чи, в случае, выкручивать этот фототип, ну, выкручивать с инструкцией в иншей сфере. У нас это компания, мы не аутсорсируем. У нас есть продукты, аутсорсируемые. Похожесть, как определяется похожесть между двумя пациентами? Ну, вот уже на Минхэше. Джехард сменяется. Джехард. А это возможно используется для поиска аномалий, например. Вот, например, пациент, который, скажем так, его срочно нужно карантинить, например. Таких не было случаях и нет. Ну, скажем так, ну, и не только с пациентами, например. Тут, для поиски автоматичной диагностики, если для какой-то автоматичной диагностики любят схожие пациенты, то это штука десь схожих пациентов. Мы можем использовать схожих пациентов для автоматичной диагностики, а автоматичная диагностика это целая окремописная и окремописная Я имею в виду, что, допустим, новый пациент, который обладает такой комбинацией таких признаков, ну, скажем так, что системно, это аномальное считается, то есть он, можно, грубо говоря, за уши притягнуть к какому-то кластью, но, по сути, он стоит нежно в известных кластьях, либо такого. Ну, в масштабе на 30 миллионов пациентов это 10% населения из США. У нас там аномалии, обычно, означают, что лекарь что-то не пишет, а не то, что люди не пишут. Ну вот, это тоже, как бы, важно, да, допустим. И поэтому у нас наша ключевая проблема в этом случае это очистка данных. И если что-то аномальное, то, конечно, не проблема того, что люди завтра помре, а потому что лекарь дописнет то, что он записал. И поэтому у нас есть окременные люди, которые фиксируют эти штуки, но эти штуки помогают понимать или уменьшить количество того, что нужно переделиться до меняемой цифры, чтобы фиксировать только там, где есть что-то аномальное, а не просто проглядаться в 8 миллионов раз. Я почему-то спрашиваю, потому что есть опыт, когда человек лечился в разных медицинских школах, есть советские, есть немецкие выборы в нашей больнице лечился за рубежом. Глядя на его даже анализы, которые он делал здесь, они сразу видят несовпадение диагноза по типским анализам и его состояниям террора. То есть явно была врачом нашей вашей системы, скажем так, может эту проблему как-то диагностировать, решать, что такая задача не стояла. Это очень важно. Задача не стояла, если вы готовы это купить, давайте поговорим. А в системе только факты или диагноз этих лекарей и то, что лекар думает? Там только факты были, например, лейкоситив стихи, то стихи, то или там еще данные лекарей что лекар припускают? Диагноз лабораторные дослежения лекарей не проходили томографические данные. У вас есть выбивание в пациенте? После того, как пациент убирает его из базы или он остается в ней для увеличения лекарей если приходит информация из HR клиники что пациент Деденберрит то у нас у нас достаточно лекарей просто если вы сейчас спросите как можно использовать лекарей это Энжин который находится с 30 миллионов пациент за 100 миллисекунд на офисную кнопку без мопредюсер без клавки это ключевая идея для ряда задач это если это не а какой алгоритм вы использовали самостоятельно написали статью она будет опубликована на конференции NIPS то есть она автоматически выбирала количество кластеров да не в размерах питания я подружу и оригинальный кейминс в кейминсе приключение про эвклидовый кластер а количество кластеров начальные условия вы выбирали сами да на каких-то ваших ограничениях то есть не давали алгоритм автоматом не не в каком ограничении данные то век например а у нас вы сказали что в сербе в интернете как трансформироваться рейнджер а питание про по сравнению фотографии для вас схоже фотографии трохи совсем меньшая тема мы можем представить фотографии как там представление будет в интернете на сервер заходить проект физиогномики прибыли китайцы а зачем сфинкоммерческую тайну нам информацию все ваши компенсационные таймниции я получаю что недели на каких особенных все нормально то есть вот у вас еще питание как тут алгоритм назывался уменьшение матрицы локалийти сенситив хешинг плюс мин хешинг если нет спасибо 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 спасибо